У адаптации есть виды. Может быть, кто занимался адаптацией до такой степени и не раскладывал адаптацию по составляющим, но адаптация есть соответствующие виды. Это корпоративная, это социальная адаптация, это организационная адаптация, техническая, профессиональная, психофизиологическая. То есть все, что мы включаем в понятие адаптации, можно разделить на следующие, на эти составляющие. Итак, вот с чем связана корпоративная адаптация. Человек попадает в компанию. Он не должен что-то о компании знать. Он может почитать на сайте, может почитать в открытой литературе. Но одно дело, он имеет открытую информацию, другое дело имеет информацию о том, кто компания на самом деле, что он занимает на рынке труда, к чему она стремится, каковы цели. Особенно если это касается вопросов, связанных, мы открываем новое подразделение. Перед ним стоят задачи какие-то. Может, не зря его открыли. Людей нанимаем, внесем затраты. Кто является клиентами компании, кто конкурентами. Особенно это важно для продажников, для специалистов по снабжению. Как осуществляется управление компанией. То есть, что у нас генеральный директор, у нас совет директоров. У нас принимаются решения, какие-то решения может руководитель на месте принимать. Какие-то решения нужно найти генеральному директору. Какие-то решения выведены только на совет директоров. То есть, как это все происходит. Как это в компании связано. Какая структура компании. Какие у нас есть подразделения. Какая структура. Как они взаимосвязаны. Если у нас регионально распределенная структура, то в каких регионах мы еще присутствуем. Как существует взаимосвязь. Где расположены подразделения. Даже банальный вопрос. Если оформить командировку, где бухгалтерия находится. Где находятся планы экономические. Где общие отделы находятся. Где общие айтишники сидят. Дальше. Какая отчетность. Какие есть регламенты. Как подписываются документы. Ну и другие вопросы связаны именно с описанием компании. Чтобы человек понял. Ну даже может быть вызвать у него чувство. Скажем так. Такое не то, что гордости. А какую интересную компанию попал. И как дальше у него какие могут быть перспективы. Работать в такой компании. Дальше есть понятие социальная адаптация. Это уже немного сложнее. Потому что здесь описываются вопросы вообще как у нас принято в компании. Ну практически. Как у нас принято общаться. Потому что общаться в компании можно по разному. Можно официально. То есть и по имени и отчеству. Можно только по имени. Как принято общаться с равными по должности. По уровню. Специалисты друг к другу. С генеральным директором. С коллегами. Там из других подразделений. Интересный вопрос. Если есть неформальные группы. То какие это неформальные группы. И с кем лучше общаться. С кого лучше держаться подальше. С кем можно ходить на обед. С кем нельзя ходить на обед. С кем можно разговаривать по душам. С кем нельзя разговаривать по душам. Где лучше деловые отношения. Где можно пообщаться. По поводу того какие хобби. Потому что может человек увлекается чем-то. Ему хорошо в компании найти такого же увлеченного человека по хобби. Это всегда сближает. Что можно обсуждать в компании, что нельзя обсуждать в компании. Некоторые компании накладываются табу на обсуждение уровня заработной платы. Некоторые компании накладываются табу вообще на обсуждение решения руководства. Табу еще какое-то. Что у нас можно, что у нас нельзя в компании. Кому можно обратиться за советом? Как обращаться за советом? Можно ли подойти к руководителю? Или кто-то к коллегу может подойти? Или у нас есть там на внутреннем портале некий форум, где можно задавать вопросы, где есть справочная информация? То есть, где найти эту информацию? Кто помочь может? Организационная адаптация. Начиная с банального, где туалет? Где комната для приема пищи? Или где столовая? Где находится курилка? Где находится место, где можно раздеться? Где можно оставить свои вещи? Где можно взять горячую воду? Чай попить? Где можно заказать пропуск? Или где можно заказать какие-то канцелярские принадлежности? К кому можно обратиться по вопросам, связанным с технической поддержкой? Как здесь принято или не принято на рабочем месте пить чай, кофе? Потому что в разных организациях по-разному. Где-то можно, пожалуйста, работать и на рабочем месте вы можете взять кружку, чай и пить спокойно, никуда не ходить. Некоторые компании запрещают на рабочем месте вообще что-то делать. Есть специально для этого выделенные комнаты, поэтому ходите попить чай, вы установлены перерывы, вы выходите. Работнику нужно объяснить, потому что из одной корпоративной культуры он может в другую прийти в корпоративную культуру. Там, где откуда он ушел, это все нормально, то есть можно на рабочем месте. Когда ему никто не объяснил, он поставил кружку, ему ждет директор и сделал замечание. Но работнику никто не объяснил, что этого нельзя делать. То же самое по вопросам, связанным с заказом каких-то там переговорных комнат, машины, денег под аванс, если работа связана с командировками. Как это сделать? Где это взять? Что вообще человеку положено по его должности? Положен ли ему корпоративный телефон? Он может спросить, стесняется. Или опять же, на его должности, где он работал, там в другой организации, был положен корпоративный телефон? У вас он не положен. Или работнику не корпоративный телефон положен, он просто симка положена. Телефон ему сам где хочет, пускай берет. Либо просто работнику оплачивается дополнительно какая-то сумма, там в зарплату, которую он сам кладет на телефон, а сам себя обеспечивает. В каждой организации по-разному. Дальше немаловажный вопрос для русского человека, как справляется дни рождения. Опять же, где-то просто он приносит тортик и все. Где-то могут день рождения, как положено, там с котлетками, с колбасками, с горячим, с холодным, со всеми делами. Опять же, в компаниях по-разному. Может, вообще у нас не принято. Что с подарками делать, если в организации. То есть, положено у нас, к примеру, мы собираемся всегда на день рождения коллеги по столько-то рублей. В принципе, это практика как бы нормальная. Опять же, поскольку, может, в той компании, которая работала по 500 рублей, собирали. А здесь он приходит, здесь все меньше тысячи сдают. А он прям не может себе такое позволить. По поводу опозданий и уходов с работы. В некоторых компаниях четко отслеживают, там, поминутно. Как кто приходит, как кто уходит. И шаг в левый, шаг вправо грозит штрафными санкциями. В других компаниях достаточно лояльно к этому относятся. И там не следят за тем, чтобы он там четко 8 часов отрабатывал. Главный вопрос, что вы выполняли поставленную задачу. Да, вы можете там опоздать, но только там предупредите, к примеру. Можете там пораньше уйти, только опять же отпросившись. Как бы не вопрос. Мы оплатим там не за сисиженные 8 часов, мы оплатим за работу. Поставленную задачу выполняете. Ну, в принципе, и чего там отсиживаться. Есть другие аспекты. Компания. Раньше руководитель, никто не уходит. Негласно такое есть правило. Человек может не знать, и там все, в 6 часов пробил, он встал и ушел. Все посмотрели на нее, все промолчали. А он ушел. И руководитель это увидел. А где там Петров? А он ушел. Ему никто не сказал, что нельзя уходить. Эту информацию ему не передали. Он не думал это, потому что пораньше в другом месте было именно вот так. Или с точностью, с точностью наоборот. В другой организации он привык, что они сидят там до упора. И может им даже за это что-то там доплачут. В этой организации принято нормально уходить. Вот он сидит. И мы никто ничего не сказал. Типа он работает. Потом на нем вы замечаете, что вы там делаете. Сидите там, охрана может спросить, задать вопрос. Он говорит, ну в принципе так вот, я работаю вместо того. У меня так было принято там. У нас принято по-другому. Все вовремя уходят. Для того, чтобы остаться, нужно писать заявление, служебную записку на имя там директора по персоналу или на имя начальника охраны, потому что у нас не принято оставаться. Опять же на нее надо довести эту информацию. Он же не знает этого дела. Далее по поводу отпусков. То же, как принято в нашей компании брать отпуска. Например, все только 28 дней. Ну есть там нельготные категории работников. Или в нашей компании принято планировать график отпусков кратной семьи. Или в нашей компании все равно, когда хотите, тогда и берите. Сколько хотите, столько и берите, но там 14 дней по закону положено. А что значит незаконно? Ну я не хочу семьи не брать. Мне надо по одному. Один раз связывать, 14, все остальное по одному и по одному. Секундочку. В статье в Трудовом кодексе написано, что по соглашению с работником-работодателем. Я не согласен с работодателем. Иначе вы не пришли к согласию, и идете 28. А поймите, если вы нельготная категория, я вообще могу вас не спрашивать, чего вам надо. Все, я вам поставил 28 дней, когда захочу, и идете. Поэтому желание работника здесь я могу не спрашивать. Нет, это мы делаем такую опрашивание, потому что все как бы нормальные, чего ерундой заниматься. Но если работник начинает, я хочу по одному дню, я скажу 28, и вперед. По закону 28 положено, все остальное по согласованию с работодателем. Я вам еще раз говорю, что как принято. Потому что у меня вот в компании, где я работаю, там и 28 дней дают, и 14, и 21. Опять же, как у нас это принято? Другая компания, я знаю, небольшая компания, там все, вот как по западному, там в июле идут в отпуск. Все, компания закрывается напрочь, я нюхаю, там есть, не знаю, что главный бухгалтер сделал, потому что отчетность никто не отменял. Но нет, не важно. Опять же, как у нас это принято? Потому что в других компаниях может лояльно, по одному дню хотят берите, я против этого. Засучивать нельзя? Почему засучивать нельзя? Кто сказал? По одному этажу мне число. Опять же, как у нас принято в компании, секундочку. Надо, понимаете, вы пришли работать в компанию, и надо компания. То, что надо вам, это на усмотрение работодателя идет. Есть, опять же, нелеготная категория. Поэтому то, что нужно вам, это нужно вам. Но я смотрю, то, что нужно мне в первую очередь, как работодателю. Если я не хочу оформлять по этим одним дням, не собираюсь, потому что это учет, потому что потом сидят эти дни учитывая, не хочу этого делать. У меня, к примеру, 500 человек, и все по одному дню. Это нагрузка на бухгалтерию, потому что за три дня должна быть выплата всех этих дел. Это оформление приказа и всем остальным. Это дополнительные документы обороты. Я не хочу этого делать. За свой счет не дают. Опять же, по согласованию с работодателем. И опять же, мы возвращаемся, как у нас это принято. Не дают. Это так в компании. То есть нарушений законодательства нет. С одной стороны, опять же, если не льготная категория. Потому что если льготная категория, то там даже вопросы, связанные за свой счет, есть обязанных, где давать. Вот. Поэтому. Здесь мы говорим, а у нас правила такие. Если вы не согласны. Но у нас закон говорит, согласен работодателем. Ну, попался он такой работодатель. Ну, не повезло на этот счет. Ну, что теперь делать? Всех по-разному. Но, опять же, это наши правила. И если я в такой компании работаю, значит, с этими правилами согласен. Если я не согласен, у нас не рабство. Все правильно говорите. У нас есть пути выхода из компании. Или, не знаю, у вас может быть какие-то пути влияния на работодателя. Я вам сказал, или-или. Это там дальше сам человек решает, что он будет делать. Но, если человеку на периоде адаптации все это объяснили, когда он еще в компании, по большому счету, не ассоциирует он себя с компанией. Он еще, по большому счету, только пришел, он только смотрит. Знаете, как вот глазками смотрит, думает, ну, что, вот как-то буду я здесь работать, не буду я здесь работать. Ему сразу все объяснили. Как же это все объяснили заранее, естественно. До подписания трудового договора. Ему сразу все объяснили. Он говорит, не, ребят, что-то как-то вот нет. Давайте я не буду больше расстраивать ваше время. Там все остальное. Пойду я сам. Там три дня у него есть право уволиться. Если есть платный срок, у него официально оформлен. И он говорит, ну, ладно. Вот это меня не устраивает. Вот это не устраивает меня. А все остальное, в принципе, хорошо. А вообще все хорошо там, где меня нет. Поэтому буду я здесь работать. Но он правила игры понял. Он принял, их принял. Что-то ему может не нравиться, но он их принял. И дальше по ним стал работать. Вот это вопрос, опять же, что касается вопросов, связанных с организационной адаптацией. И все наши проблемы, когда люди увольняются в первый год работы или в первый вообще полгода работы, связаны с тем, что он одно думал, а на самом деле там другое. Ему не объяснили четко. Ему не рассказали. И у них идет текучка. Потому что некоторые компании, может, действительно, например, как ваш, там очень строгие правила, там какие-то работодатели, все как-то жестко, все прямо-то есть, там минуты, там опаздывают. Но если мне объяснили это по-нормальному, я, может, и не стал бы здесь работать. Но пошел в другое место. Значит, техническая адаптация. Техническая адаптация связана с теми технологиями, которые используются работодателем. Начиная с компьютера. Потому что даже простой вопрос работы с почтовой программой. Как у нас принято работать с почтовой программой? В некоторых компаниях очень лояльно, то есть вы с почтовой программой работаете, как хотите. В некоторой компании есть прям правило, что с почтовой программой работают, если вам пришло сообщение, и вам нужно нажимать кнопочку «Ответить», а не делайте новое сообщение, как называются файлы, как вкладывать туда информацию, как еще что-то. Есть отдельные программы, например, специальные программы постановки задач, отчетов по задаче, там есть программы, связанные какие-то вообще отдельные технические программы, которые вы должны на работе с этим столкнетесь, и вот это надо человеку показать, это надо объяснить. Где у нас лежат, например, корпоративное хранилище на каком-то диске, куда можно зайти и посмотреть. Есть ли у нас удаленный доступ, можно ли работать удаленно, например, если я болею, это не обязательно, что я могу не работать, я болею, просто ходить не могу. Но если у меня работа связана с компьютером, я почему-то могу взять прямо ноутбук, лежать там и что-то делать, пожалуйста, никто меня как бы не запрещает, а может, и вододатель даже это приветствует. Как хранятся документы, как обзываются папки, понятие доступа к информации, кто какие права доступа имеет, то есть все, что связано именно с техникой работодателя. Может, какое-то у вас стоит там особое оборудование, для того, чтобы на нем работать, нужно, например, изучить и сдать зачет. Потому что если вы не сдадите зачет, вы будете чисто по-русски, оп, я что-то нажал, и оно сломалось. А оно сломалось, то это очень дорого. В некоторых компаниях запрещено приносить обычный мобильный телефон. Это опять же правило, это опять же правило. Правило, но опять же, просто так меня нельзя сказать, что телефоны не носите. Это мое ограничение. Я понимаю, что это связано с секретностью или каких-то других вопросов. Может быть, но просто так сказать, что вы не имеете права носить телефон. Нет, они просто на первом этаже сдают все свои мобильники. Основание. Это то же самое, как дресс-код. Если это касается секретности, но это касается секретности. Бывают компании, у которых есть первые отделы, есть секретность. Информация, например, о работе в институтах секретных, еще что-то. Там вообще, если у вас флешку найдут, там все. Там вплоть до модиона турма будет. Это секретность. Это все понятно. Там есть приказы по секретности, есть требования государства всего этого делать. Там вы никуда не идите. Но если бы вы просто это какая-то компания, обещанная коммерческая компания, где просто генеральный директор, решил, что он вам закрыл весь доступ в одноклассники, в контактах, во всех остальных делах. Но у всех сейчас вот такие вот телефончики. И черт, все, что вам закрыто, у нас за 110 открыто. Да? И он говорит, что теперь телефоны все сдаете на входе. Кому надо позвонить, выходите, заберете охранника и позвоните, обратно вернетесь. То есть, да, это уже извините меня под закон не подходит. Это можно уже обжаловать. Поэтому, опять же, это правило, как у нас это все принято, как должно быть. Поэтому человеку нужно об этом рассказывать, показывать. Но он не может так делать. Может, там вопросы, там, родители больные или еще что-то такое. Он должен постоянно быть на связи, все такое. Ну что, если он телефон сдался, он может что-то пропустить, важный звонок, еще другие дела. Он понимает, что в этой компании он не сможет работать, потому что не сможет постоянно быть на связи. А в другую компанию, тогда лучше пойти в другую компанию. Или как есть, там, мама, которая вечно с детьми на телефоне, там, ты поел, ты это одел, ты то одел, там, и скажешь 10 минут звонки. Как вы телефоны лишите? Но мы и рассказываем, что у нас такие правила. Если, опять же, если все по закону, если мы не нарушаем законы, мы не с точки зрения работодателя, вот это все, я хочу и все, я царь и бог. Извините, у нас есть трудовой кодекс на законодательство. Дальше. Профессиональная адаптация. Стандарты работы. Порядок оформления служебных записок. Порядок оформления документов. Порядок оформления заявок. По каким нормам мы работаем. Какие в компании у нас есть вопросы, как мы решаем вопросы, связанные с повышением квалификации. Карьерный рост, как я могу его осуществлять. Как у нас про его вопросы решается обучение персонала. Вообще, есть ли у нас такое. Если есть, то как. Есть у нас внутрикорпоративные, может быть, курсы. Может, у нас настолько развита система подготовки персонала, что мы используем внутрикорпоративные курсы. Мы используем дистанционное обучение, которое работает, если он хочет, он может, не выходя, например, с рабочего места, или даже вечером, где-то дома, повысить свою квалификацию. Каким образом оценивается работа. Есть ли у нас ключевые показатели эффективности. Или управление по цели. Или чего хотите. Есть ли у нас какие-то там грейды. Там, как у нас проводится аттестация. То есть, все вот это вот туда же относится. И психофизиологическая адаптация связана с интенсивностью работы в компании. Связана, например, с длительными командировками. Никто ничего не сказал. Да, у нас командировки возможны. Но никто не объяснил это, что возможны командировки, а невозможны. Это командировка на 3 месяца, к примеру. А человек не готов был к таким командировкам. Да, он готов есть к командировке, но не на 3 месяца. Или там на полгода. Или ненормированный рабочий день по умолчанию у нас не эпизодически, а постоянно ненормированный рабочий день. Индивидуально решается все. А что с этим делать? Если вас это устраивает, значит вы работаете. Если это нас не устраивает, вы можете пойти жаловаться в инспекцию по труду, но это тоже опять там работать вы не будете по-нормальному. Либо вы находите другое место работы. Опять же, человек сам решает, где ему работать. У нас нет крепостного права, человек сам решает. Но вот эти вопросы тоже касаются адаптации. Если человеку объяснили бы, то что у нас будет, например, постоянно ненормированный рабочий день. У нас так принято в компании. Может быть он и на начальном этапе решил, что лучше там еще посмотреть, поискать, но не работать в такой компании. Поэтому все это работнику объясняется, рассказывается. В компании, может быть, человек никогда не работал в проектных группах. Потому что работа в проектной группе имеет под собой определенные особенности. Он работал просто в коллективе, но это была не проектная группа. И он как-то не готов там работать. Может он вообще одиночек. И работать в проектной группе ему некомфортно. Абсолютно. Или наоборот, работник работал в проектных группах. Ему было комфортно. Он человек такой команды. А тут как-то все работают. Проектной группы нет. Но работают, работают. Обычно коллективы. Ничего там сверхъестественного нет. График работы может человека напрягать. Например, вам обещали, знаете, как бывает в магазинах. График работы обещали один. На самом деле народ не подобрали. График совершенно другой. Рабочие дни больше. Да, вам платят. Да, как бы все это оплачивается. Все нормально. Все официально. Но вы не готовы работать с такой интенсивностью. Вы просто не готовы. Это тоже неплохо было бы работнику объяснить. Итак, это вот что касается видов адаптации. То есть, по-любому, если мы делаем систему адаптации, вот, в принципе, вот это все вы будете освещать. Другой вопрос, как вы это будете делать? Потому что адаптация – это процесс такой не просто, что вот там решили, как сделаем адаптацию. А давайте мы сделаем всем буклетики сделаем. Буклетики – это хорошо, и буклетики – это надо. А давайте мы ведем на станции. Это тоже хорошо. А давайте welcome training. А давайте мы проведем экскурсию по кампании. Это все вместе, это все системы адаптации. Просто она наиболее полная становится. Потому что, ну, не все вы можете выяснить на документы. Итак, как это можно сделать? Одним из самых, скажем так, действенных и старых забытых способов – это наставничество. Когда более опытный товарищ, лояльный к кампании, становится наставником работника, к которому может обратиться по любым вопросам. Он ему расскажет, где чего, проведет экскурсию. Передаст из уст в уста, как у нас это принято, и это не будет расходиться с официальной версией работодателя. Потому что в наставничестве есть большой минус. Если наставника поставили, а он рассказал, что то, что тебе говорили, забудь, на самом деле у нас вот так. И все. И что люди увольняются, вы не понимаете. А на самом деле просто наставники доводят, выпячивают только всю отрицательную информацию. Это не лояльные к организации работники. Но мы их почему-то поставили наставниками. Тренинги и семинары, которые проводятся в компаниях, где опять же тот же Welcome Training, чуть потом подробнее поговорим. Welcome Training, который рассказывает, в какую компанию он попал, как здесь работают. По большому счету даже фотографии руководителей показывают. Понимаете, иногда приходит работник на работу, все и все хорошо, но он даже не знает, как генеральный директор выглядит. Он может мне у него 25 раз пройти, у него закурить, стрельнуть. Или сказать, что я здесь первый занимал за кофемашину. До абсурда доходит. Знаете, иногда даже когда охранников принимают, охранников, которые только им по вопросу, что вот это генеральный директор. Поэтому не надо там сидеть развалившись, расстегнувшись. То есть это там, он просто не знает, но хоть ради приличия можно встать, как говорится, поздороваться, и там проводитель открыл дверь или что-то такое. Слушай, когда есть фотография, но она 50-летней давности. Ну, попробуйте его сфотографировать. Попробуйте его сфотографировать. Вот в нашей компании работа, у нас всегда проводились тренинги, особенно они делаются упор на продавцов. То есть обязательно был трехдневный тренинг, то есть была брошюрка, ну, где просто правила, там, дресс-код, правила, как приходить, контактные телефоны, вот, некоторые вопросы связаны там, которые типичные ситуации, которые бывают у продавцов. Но был welcome тренинг, то есть первые дни рассказывали про организацию, про сеть, то есть, знаете, как бы работника пытались ему привлечь, то, что он в такую классную организацию попал. Вот мы такие, вот мы такие крупные, то есть находились плюсы и конкурентные преимущества в компании, которые работнику обязательно доводились, то есть объем организации, объем продаж, какие у нас там есть интересные аспекты, конкурсы в организации проводятся, продавцами работают, какой у нас карьерный рост у продавцов, там, все вот это остальное. Потом обязательно был тренинг продаж, как у нас принято продавать. Были там различные ситуации, обыгрывались, различные конфликтные ситуации, была стажировка на рабочих местах, на магазинах, были обязательно наставники, была обязательно обратная связь, было обязательно принятие решения о том, что человек к испытательному сроку подводилось, что он прошел испытательный срок, он, в принципе, адаптировался. То есть все это дело было. Беседа проводилась. Беседа проводилась, ну, естественно, когда человек принимается на работу, с ним проводят манечку подбора персонала беседу. Руководитель проводит беседу, естественно, при приеме на работу, с наставником беседы. И когда прошел испытательный срок, тоже менеджеру неплохо было поговорить с работой, что хорошо, что плохо. Что ему там понравилось, что не понравилось. Потому что это еще и свежий взгляд. Это свежий взгляд, это тоже интересно, Потому что человек пришел на замыль, но еще компания как бы так себя не ассоциирует с компанией, и у него есть всегда можно контрастик посмотреть, он может видеть, что у них было, что у нас было, может, что-то интересное предложит. Тоже хорошо. Ну и... Наставничество всегда оплачивается. Что? Наставничество всегда оплачивается. Ну, я рекомендую, да. Разрабатывается положение наставничества. Там прописывается, во-первых, кто может быть наставник, потому что на всех можно быть наставничество, они отбираются. Прописывается права и обязанности наставника, потому что он как бы, раз он отвечает, значит, может как-то ходатайствовать, еще что-то делать. Прописываются вопросы, связанные с оплатой, да, доплачивают, потому что это дополнительная работа. Все-таки, извините, но по закону дополнительную работу нужно оплатить. Есть вопрос, сколько? Можно сказать, ну, тысяча рублей тебе хватит. Типа того. А с другой стороны, тысяча рублей, чувствительность этих денег, ну, никакая. Что такое тысяча рублей? Даже если средним там зарплатам хотя бы 35, ну, даже 35 тысяч, не беру большую зарплату, тысяча рублей, это просто ни о чем. Человек даже не почувствует тысячу рублей. Соответственно, это не является стимулом. Есть порог стимула, он где-то 25 процентов на зарплату. Вот это я понимаю еще. А вот это вот, ну, он так и работает будет. Если только вы понимаете, есть еще люди, которые, вот у них такая патриотизм есть такой. Мотивация патриотизма, что я вот мне наставлю, все, то есть на патриотизме. Но, понимаете, на патриотизме долго далеко не уедешь. Это хорошо всегда поддерживать. Дальше. Экскурсии. Особенно есть компания большая, распределенная. Человека взять, провести, показать. Вот здесь у нас бухгалтерия. Вот сюда подходите, вы знакомьтесь. Но отдел кадров, естественно, он будет знать первым, что он будет знать, это отдел кадров, потому что он там будет оформляться. Вот здесь у нас сидят айтишники. Но, к примеру, к ним никто не ходит, они закрыты, если что, у нас есть определенная программа техподдержки, туда все это пишется, не надо к ним ходить сюда. Вот здесь у нас ахо, можно прийти, что-то попросить. Вот здесь у нас как бы столово, здесь у нас это подразделение. Особенно если мы с ними взаимодействуем, им надо провести, показать, представить человека. Ну и плюс он организацию знает. Особенно если это какой-то территория распределенная, нужно как бы, ну, показать много места. Дальше. После окончания адаптации хорошо бы иметь анкетку. Что понравилось, что не понравилось. Что ему помогло в адаптации, что ему мешало в адаптации. Что он считает, можно улучшить. Какие отрицательные моменты он видит. Это обратная связь, она всегда хороша. Ну, какие-нибудь корпоративные мероприятия, может он поучаствует, если у вас запланировано. То есть это все, понимаете, это не хитрое, которое лежит на поверхности методы адаптации. Один из приемов адаптации, так называемый welcome training. Это когда собирают, практически первые дни работников компании, его приглашают на welcome training, который проводят тренеры или специальные специалисты, которые знают, как это делать. Или там кто-то из работников компании. Он как таковой не тренинг, то есть там нету, то есть что такое тренинг? Это оттачивание какого-то одного мастерства, какого-то отдельного навыка, именно оттачивание до бритвы. Это, он называется welcome training, это как бы ввод работника в компанию, в профессию, в ведение в продажу. То есть, если мы туда переносим вопрос корпоративной адаптации, вопросы, связанные с профессиональной адаптацией, то работника рассказывают про компанию, причем ее всегда подают в цвете, таком выигрышном, как преимущественно работодателям. Ну и какой-то обратный эмоциональный подъем у работника. И рассказывают доступно, наглядно, в картинках, например, тот же дресс-код. Вот, можно долго объяснять, человек просто показывает, что вот это вот нормальный стандарт, вот это нормальный стандарт. Особенно если касается каких-то стандартов компании, мы этим обслуживаем, то есть это там может тоже гостиница быть, вот там униформа, даже был гостиница. Персонал, который продавцы. То есть, чтобы они ходили как кто-то, там кто-то пришел, вся же мода разная, кому-то нравится прийти в джинсах, там с серьгой, там прийти, там разукрашенным, еще каким-то, знаете, там продавцам кто-то подходить не будет. То есть, есть требования, есть некий дресс-код, который работники исполняют. Причем дресс-код может быть такой, ну что положено, а может там униформа выдается какая-то или еще что-то. Но об этом рассказывается. Что входит в программу Welcome Training? Это сведения о компании, то есть миссия компании, если у нас есть она. История очень хорошо здесь, как компания создавалась, что там сидел генеральный директор, собственник компании, сидели они с другом, пили пиво, и тут у них появилась идея. Да, и они там что-то сделали такое, там, знаете, это как история компании, знаете, это как такая, не то что сказка, но интересная легенда, которая выгодно подается. Кстати, тоже рекламщики ее там умеют писать, по идее. Где мы работаем, какой у нас сегмент рынка, какие позиции мы занимаем, какие конкуренты-партнеры, чего мы достигли в компании, к чему мы стремимся в компании. Это все у нас сведения о компании. Какие продукты, какие услуги, какой у нас ассортимент, какие технологии, соотношения, какая у нас логистика. Это все тоже туда Welcome Training. Поэтому может быть не один день. Структуру компании. Ключевые фигуры обычно это руководство компании, генерального директора, зама генерального директора, главный бухгалтер, еще кто-то такие, но ключевые фигуры. Может ключевые фигуры, которые нужны работникам, например, для продавцов, там можно сказать, вот у нас есть отдел организации торговли, по нему отдельно там остановиться. Есть у нас корпоративный кодекс или, главное, корпоративный кодекс практически там мало у кого есть, но выдержки, к примеру, из права внутреннего порядка, на которых акцентироваться, которые не средняя температура больницы, а которые именно акцентироваться для данных категорий работников. Какие мероприятия проводятся в нашей компании? Можно сказать, что мы празднуем день рождения компании, вот обязательно, мы празднуем, к примеру, 8 марта, 23 февраля, у нас в профессиональном празднике есть, к примеру, день продавца, у нас обязательно подведение итогов, тоже корпоративный праздник, Новый год мы празднуем, там еще какие-то, вот это мы все рассказываем тоже. Корпоративные стандарты с точки зрения общения, с точки зрения подачи информации, вопросы дресс-кода, делового этикета, то есть все туда, вот особенно, что касается продавцов, это все куда будете, потому что все, продаж касается и этикета, дресс-код, все. Корпоративная политика, как карьера развивается у нас, какие вознаграждения по системе оплаты может быть. Если у нас есть какая-то социалка дополнительная к тому, что там ДМС, фитнес, спортзал или еще что-то, тоже мы все рассказываем, понимаете, мы до работников, вот цель еще в Welcome Training, кроме того, что ознакомить с правилами, все-таки повысить его, как бы, вот именно преимущественный работодатель, что он правильно сделал выбор и как у нас интересно и хорошо работать. И по каким правилам. Есть у нас есть профсоюз, тоже об этом рассказывается. Если есть возможность проводить экскурсии по компании, кто проводит экскурсии, это опять же, там можно определить, может, наставник проведет и есть единичный, либо это проводит экскурсии, там те же тренеры, которые проводят. Если есть музей, компания вообще хорошо посещает, обычно это крупные заводы, какие-то корпорации, там у них есть свой музей. Можно какие-то материалы на видеофильм. Видеофильм. Иногда бывает там к юбилею компании делать какой-то видеофильм по истории компании, с фотографиями, со всеми делами. Возьмите нарезочку об интересных пунктах и сделайте небольшое там либо слайд-шоу, либо презентацию, либо просто сделайте какой-то краткий фильм, который можно показать. Можно записать приветственное слово генерального директора, который, опять же, транслирует и показать всем работникам. Можно сделать какую-то обзорную экскурсию и вообще рассказать отдельно про подразделения, которые работают. Ну, я проводил, ну не в Велком-тренинге, мы это проводили для новых работников, когда много. Приглашали различных представителей подразделений, ну ключевых подразделений, которые рассказывали, там кадры обязательно, бухгалтерия была, там торговля делала, коммерческий отдел был, они рассказывали там основные моменты. Потому что им можно вопросы задать, а грамотно вопросы может ответить только специалист данного подразделения. Потому что есть тренер задает вопросы, но он знает только то, что знает. А может вопросы быть специфичные. Ну и обязательно после всего этого, когда все рассказали, ваши вопросы. И они, соответственно, эти вопросы вам уже озвучат. Что касается подготовки, если вы внедряете систему адаптации, то в первую очередь надо определить, для кого вы будете проводить адаптацию. Может она у вас будет не стопроцентно проводиться. Может вы будете проводить адаптацию для ключевых работников, касаемых ключевых должностей. Категория работников. Потому что для тех же продавцов одна адаптация. Если мы про адаптацию. Про офисный персонал, там другая адаптация. Там некоторые вопросы не следует озвучивать. Там руководителям, там менеджерам, руководителям высшего звена, там третья адаптация. То есть разные программы адаптации. А может мы не будем для кого-то проводить адаптацию в таком объеме. Может это будет на уровне менеджмента персонала, директора персонала и руководителя высшестоящего. И все. И смысла дальше нет проводить адаптацию. Поэтому в первую очередь мы определяемся, для кого мы будем проводить адаптацию и почему мы будем ее проводить. Зачем нужно проводить адаптацию? Может у нас с вами не текучки, ничего нет. И работники, в принципе, все понятно. У нас как бы система сделана. Там внутренний портал, все информации есть. Менеджмент персонал, все рассказывает. По приему на работу достаточно доходчиво. Руководители подразделения, наставники назначаем. В принципе, и нету нам смысла адаптации заниматься в таком объеме. И либо у нас текучка большая, там, в ближайшие, там, в первый год работы работников, до года работы. И причинами как раз то, что при приеме на работу, при дальнейшей работе, работники сталкиваются с тем, что они ожидали одно, а на самом деле другое. Никто им толком ничего не объяснил. Но это опять же вас может показать только выходные интервью, которые проводят с увольняемыми работниками. Если уж мы решили проводить адаптацию, то что мы хотим от нее получить? То есть какие результаты? Классифицируем работников. Какие вопросы мы будем изучать на адаптацию? Ну, практически они все были озвучены в видах адаптации. Это все классические вопросы, которые интересуют всех работников. Но может быть какие-то специфичные вопросы. А специфичные вопросы мы с вами возьмем, когда получим обратную связь от работников на период адаптации. Что их не устраивает, чтобы они хотели еще больше осветить? Если это большой процент, можем включить в систему адаптации. Что должен делать работник в первый день? Ну, а также работник и работодатель. Потому что адаптация у нас еще связана с вопросом испытательного срока. И поэтому здесь у него может быть задание на испытательный срок. Это тоже связано с адаптационным периодом. В чем он должен ознакомиться? Может какие-то он должен зачеты сдать, экзамены сдать? И какие сведения ему нужны? Делается программа, во-первых, адаптация, программа первого дня. И программа первого дня, она делается и вам нужна. Потому что что делает работник? Он должен сначала прийти в отдел кадров, оформиться. Дальше что? Дальше, к примеру, его кто? К примеру, передается руководитель. Он представляет его коллективу. Либо работник отдела кадров сам его ведет в подразделение и представляет коллективу. Дальше, что в этот день должны сделать? К примеру, АХО в этот день должны ему предоставить сразу все коробочку с канцелярией. К этому времени должны настроить компьютер, компьютерщики, что человек приходит и сразу у него все это есть. То есть первый день, что у работника происходит. Этот сценарий должен быть, в лучшем случае, описан. Но не описан, хотя бы у вас в голове должен быть порядок этот. Если вы можете планировать экскурсию, значит, когда будет проводиться экскурсия? Экскурсия может проводиться, например, в первой неделе работы работника. Может, вы экскурсию подробно проведете, когда у вас человек 10 наберется. Если у вас большой прием, большая текучка. Как представляется новый работник коллективом? Это может быть устное представление. У вас может быть рассылка по электронной почте. Там фотографии, краткое о нем описание. Кто это такой, фамилия, имя, отец, должность, телефончики, все такое. Это может быть у вас доска информационная, там просто бумажка приковывает. Народ к нему всегда ходит, там мимо столовой. О, у нас новый работник появился. Все. То есть это, как это делать, это вы сами решаете. Я делаю это рассылку по электронной почте. Дальше хорошо было бы иметь печатные материалы. Потому что сведения информационного характера, справочные сведения, чтобы 20 раз не говорить, их напечатали сразу. Там вопросы связаны с режимом работы, с телефонными контактными какими-то, с порядок применения, порядок отпуска, график отпусков. Порядок там перевода, порядок там других вопросов, можно туда просто отнести. Если нужно специальное учебное мероприятие, мы их проводим. Ну, к примеру, кассиры у нас пришли, мы идем берем кассиров. Для того, чтобы они работали, все должны нам сдать отчет на работе на нашем прямокасовом аппарате с нашей программой. Поэтому мы делаем. И определяем, что значит у нас работник прошел испытательный срок. И обратная связь, как происходит. Обратная связь может происходить двумя способами. Один способ – это анкетирование после прохождения испытательного срока адаптации. И беседа и с руководителем, и менеджер-персонал тоже должен побеседовать с работником, получить обратную связь. Как человек оценил, как прошел его адаптационный период. Ну, вот есть некие ключевые показатели эффективности. Стоимость адаптации на одного работника, потому что туда включаются и материалы, и люди, которые привлекаются, их стоимость одного часа. Стоимость подготовки наставника. С наставниками тоже работают, не каждый человек может работать с людьми. И процент должностей охвачены системы адаптации. В идеале 100%, но может вам не нужно 100%. Нет у вас такой необходимости 100% охватывать. Ну, конечно, в идеале 100%. Сколько у вас работников выполняет функция наставничества? Сколько прошли успешный испытательный срок? Ну, считайте, что если распределный срок успешен, значит адаптацию прошел. Одним из критериев в оценке есть еще коэффициент текучести. Его тоже считают. Но его считают вообще практически всегда. Это тот показатель, который можно с вами иметь онлайн практически. Потому что формула четкая, и этот коэффициент можно с вами иметь всегда. Ну и вот опросничек, который может быть. Что сложное. Когда познакомился с наставником? Когда поговорил с руководителем? Была ли задача поставлена в испытательный срок? Четкая, что он должен сделать? Какие трудности? Как итоги подводились? Откуда информацию получил? Ну и как освоился в офисе? Как он запомнил организацию? И обязательно вопрос, что он считает необходимым сделать для улучшения процесса адаптации. Задают вопрос, для сколько человеку лучше всего сделать адаптацию, ждать, когда найдутся много новых работников, или сразу начинать, когда уже есть один работник. Я скажу, дело бы, к этому относился по-разному. Если это касалось продавцов, и это касалось вопросов использования тренеров, потому что в адаптационный период входил тренинг продаж, набиралась группа. Но там была текущая, поэтому группа набиралась в течение двух недель, 10 человек проводилась. Если это касается единственных случаев офисных работников, и не так много подбирается, то адаптация начиналась сразу, как он приходил, потому что адаптация в основном вложилась на менеджмент персоналу, руководителя и наставника. Это опять в зависимости от категории работников. Вы можете это делать. Критерии успешности прохождения. Человек уверенно ориентируется на рабочем месте, ну то есть все, ему знают, то есть вот это, сюда пойти, это сделать там, это можно сделать там, это обратиться сюда. То есть он уверен, как обычный работник, который проработал уже там один год, он точно так же ориентируется. Если есть показатели, которые мы оцениваем, они примерно такие же, как у других работников, он нормально работает. И вот один из главных критериев важных, он удовлетворен своим трудом. То есть работник понял в компании, как оно все делается, он это принял, это нормально, и он себя уверенно чувствует. И видит результат, что его результативность повысилась, и в принципе она вышла на тот уровень, который от него ждали. Соответственно, ему не грозит увольнение при этом, не грозит ему уход, не грозит ему разочарование, он удовлетворен. Ну, есть еще такая штука, по окончанию испытательного срока и до адаптации, это можно сделать в виде какого-то мероприятия, посвящения работника уже в полноценные члены коллектива. С выдачей ему какой-то там значка, с выдачей ему какой-нибудь там... Даже, например, бывает такое, что удостоверение пока испытательный срок временный, а тут у него уже постоянное удостоверение прохождение, в котором будет ходить пропуск постоянный. Ну, то есть как бы статус его теперь стал, ты наш полноценный член коллектива. Это делается в обстановке, там, к работнику приходит, вот все прошел испытательный срок, адаптации, все наш полноценный член коллектива, прошу любить и жаловать. Вот значочек, вот какое-то там, может, поздравление или еще что-то такое, и человек уже чувствует, вот я уже полноценный работник. В принципе, это все, что я вам хотел сказать об адаптации. Данный курс, адаптация, это всего лишь небольшой кусочек, который у нас в специалисте проходит. На уровне, там, менеджерного персонала, на первом и на втором уровне. Потому что адаптация связана на вопросах подбора персонала. Есть понятие вторичной адаптации, когда человека назначают на другую должность, у него тоже есть адаптация. Там просто не такая большая, там не надо корпоративную адаптацию, еще что-то, но приходит там новое место, есть новые обязанности, есть какие-то аспекты, которых он не знал. Например, особенно, я был обычным работником, но я стоял в резерве на выдвижении, у меня поставили руководителем. Это же тоже стресс иногда для работника, потому что у него появляется ответственность, он работает на новом уровне. Здесь может быть даже быть такая понятие, как маленькая политика компании, именно как политика, то есть взаимодействие, плотно подковерных игр каких-то. И работник может просто, на это пусть понятие, съели, и все. И на этом все закончилось. То есть там мы это проходим чуть поподробнее. Вопросы? Есть какие-нибудь документы по тому, как составить листы для наставника, то есть задание, вернее, новому сотруднику, наставника, чтобы по каждой должности можно было... Задание какое? На испытательный срок, да? Испытательный срок вы делаете проще, делается просто. Испытательный срок – это профессиональная проверка профессиональной пригодности. Вы берете должностная инструкция, с которой работник ознакомился при приеме на работу. Там смотрится, что он должен сделать. Определяется с наставником и с руководителем, какие вопросы будут ему поручены на испытательный срок. И в соответствии с должностной инструкцией – разработать такой-то документ, провести такой-то анализ, подготовить такой-то отчет, сделать то-то, то-то. Потому что соответствует этот должностной инструкцию, что он должен делать. Ни в коем случае не писать слово вам, ознакомиться с документами, ознакомиться с коллективом, там еще что-то такое. Это не испытательный срок. Испытательный срок – это что должен конкретно сделать. Дальше он либо сделал, либо не сделал. Если он не сделал, это фиксируется. Сделал, фиксируется. Потому что вы понимаете, что если он что-то не делает, это четкая фиксация, четко докладные записки, объяснение. Потому что потом идет увольнение как непрошедшее состояние срока. Если мы на это пойдем, конечно. А вот если выставляются какие-то планы продаж, но минимальные, как их посчитать, справится человек или нет, чтобы не завысить с одной стороны план или не занять? Ну, во-первых, смотрите. В компании работают не первый год, есть статистика. Есть понимание, опять же, вместе с директором по продажам, что работник обычный при соблюдении, например, регламента продаж, все равно может сделать минимальный. Ну, понимаете, есть как бы, можно проанализировать. И ему говорят, что вот твой минимальный план продаж вот такой-то. То есть мы понимаем, что он не будет сильно перенапрягаться на этот счет. То есть мы смотрим профессионализм. Мы смотрим, как он к этому делу подходит. И ставим ему там, ну, такое минимальное, которое он, по идее, может сделать. Ну, из опыта. Ведь он же не первый приходит. Не первый. С ним беседование было. Совсем первый. А я бы не ставил тогда план продаж на этот счет. Ну, там все равно дело в том, что его результаты, они в количественных показателях. То есть, например... А кто оценить его будет? Дело в том, что, допустим, есть отдел продаж, там, книги они реализуют. И им нужен был новый сотрудник, который бы книги давал на утилизацию, если вдруг они задержались. Вот ему надо было считать, либо их продавать по дисконтной цене, либо именно на утилизацию. Ну, не то, что какой-то план там был продаж. Ну, план, который взялся. Ну, они как бы эфемерные изначально. Ну, подождите, любой план обсуждает с тем же работником. Вы же не просто ему даете, а обсуждаете с работником. И сказал, да, все, я понял, да, это реализуем. Все, теперь это становится планом. Вы же не просто так ему дали план. Может, он не может его сделать. Это надо сразу обсуждать. То есть, они условные планы ставят, да? Вы же условные. Все равно же все планы обсуждаются с работником. Мы говорим, что вот такая цифра. Потому что тот же задание спятого срока подписано на работника тоже. Вы согласны, что это можете сделать? Он говорит, да. Вы же можете спросить, а как вы это будете делать? Он скажет, да, но на самом деле он даже объяснить и рассказать не может, как он это будет делать. Уже можно понять, что работник, скажем так, профессионализм не показывает свой. Нет, почему? Дело в том, что человек был взят с опытом работы в другой компании предыдущей. Позиция называлась топ-менеджер. Вот. Для компании, куда он пришел, это была действительно новая позиция. Они как бы ее изучали. Вот. Вот. И работник представлял, что ему надо делать. Он сам даже рассказывал, советовал, да, как лучше сделать. Вот. Но сможет ли он сразу, поскольку он первый компания? На это испытательный срок дается. Посмотрим. Называется «Посмотрим». Вы тоже не знаете. Да, потому что там одни книги были, а здесь, например, другие. Вы тоже не знаете. Это испытательный срок, и вы тоже будете смотреть за этим. Поэтому там, по большому счету, получается и не ждем испытательного срока. Мы смотрим про результаты, практически на каждую неделю смотрим. Что он делает. Отчет можно сказать, что он делает. Можно писать. Ну, там ему неделю или полтора давалось именно на изучение ситуации. А продажи он должен был делать только когда он войдет в курс. Хорошо. Опять же, у нее есть задание провести анализ там вот этого. То есть дел. Потом подготовить там презентацию, подготовить доклад о том, как он дальше будет эти продажи двигаться. То есть четкие. Со сроками, с планами, с позициями, со всеми другими делами. Потому что если опыта нет, план продажи тоже строится примерно вот так вот. Вот так вот книг готовых нет. как составить такую рекламную бумажку, которая будет принята в компании для каждого настройка. готовых по адаптации. По испытательному сроку есть книжки. Ну, прям так готовы, чтобы взяли по нему и написали. Ну, вообще не она книжки. Это решают сами, это решается на уровне работы с руководителями, с топ-менеджером. Когда человек нанимается, от него что-то ждут. Вот вы показываете топ-менеджером. Понимаете, топ-менеджер – это технические задачи. Вы, наверное, описали их руководители? Для чего он берет этого человека? Нет, все это было описано. Просто дело в том, что я на эту ситуацию сейчас смотрю не как поднаемный сотрудник в штате персонала, а на эту ситуацию по-другому, как я бы составляла такие документы для этой компании, а не воспользовалась готовыми. Когда пришла, уже все было по адаптации готово. Все сделано, то есть, ну, как бы хорошие специалисты все делали заранее. Но сейчас я хочу так. Что-то подкорректировать? Ну, посмотреть, как это делать вообще. Когда в компании, например, нет ничего в плане адаптации. Когда в компании нет ничего, первое с чего я начинал, когда вот с продавцов было. Потому что мы определяли, для кого мы в первую очередь делаем систему адаптации. Потому что делать все для всех сразу у нас не получится. Во-первых, вы можете сначала ошибиться в чем-то. Надо над чем-то проработать. Берется та позиция, которая более значимая. У нас были продавцы. И мы разрабатывали руководителя подразделения. То есть, директорами магазинов. С чем, какими проблемами встречается продавец, когда начинает. То есть, однозначно там пирамида продаж. Потому что на продавцы в магазины приходит девушка, которая может не иметь опыт или иметь опыт. Но нам нужна наша пирамида продаж, плюс наши стандарты продаж. Которые сначала были разработаны. Стандарты продаж вместе с директорами магазинов. Законы. Потому что это же услуги. Есть нормы законов. По которым должен продавец тоже знать. По вопросам возврата товаров. По поводу общения с покупателем. И других дел. То есть, мы определили круг вопросов, которые мы будем освещать обязательно. Что делает у нас тренер. Что делает у нас наставник. Что делает руководитель магазинов. Расписали это все в программу. Дальше. Обкатали на одной из групп. Получили обратную связь. Работники приступили к работе. То есть, когда обкатали, получили обратную связь. Они приступили к работе. Это же у нас 3 дня был тренинг. Вот эти все дела. Потом заканчивал испытательный срок. Где-то через месяц мы получали обратную связь. Как раз вопрос есть. Анкетировать. Проводим пост испытательного срока. Но испытательный срок обычно к адаптации привязывается. Потому что если в работе не прошел испытательный срок, он увольняется. Если он прошел испытательный срок, он не увольняется. Поэтому обычно все это вместе было. У нас комиссия собиралась об окончании испытательного срока. Работник что-то говорил. Мы давали анкету. То есть вот у нас было за неделю до кончатства этого срока мы подводили итог. Потому что там потом есть моменты, если не прошел испытательный срок, нас не предупредите, что не прошел испытательный срок, то есть нам нужно время наоформировать. А так вот обратная связь, все подводили. Потом корректировали. Потом было даже такое, что пришел у нас новый директор магазина, такой достаточно серьезный такая женщина, которая очень такая интересная. Она сама, когда увидела систему адаптации, и вот то, что мы делали с работниками, дала свои предложения, мы опять вносили корректировать, это совершенно живое такое было дело. Опять же, что такое программа адаптации? Вы должны выяснить, чего не хватает работникам на этом периоде. Она все написана, может быть, у вас там может быть все классно, оно работает, но выясняются какие-то вопросы, которые либо тогда упустили, либо сейчас что-то ситуация в компании меняется, а программа адаптации не меняется. Это вы получите на обратной связи. Дальше был вопрос, можно сделать повторную адаптацию, если он в работе ничего не понял, и нужно сделать ее заново. То есть как-то он ничего не понял. Если человек не понял адаптацию, значит, либо программа адаптации разработана неправильно, либо работник очень плохо доходит. Надо задуматься об этом работе, значит он не понял. Я бы задумался, потому что у меня еще не было такого, что работе на период адаптации что-то не понял. У него, может, где-то возникли трудности, трудности, может, какие-то, что-то, где-то ему надо побольше осветить. Но это уже как бы конкретная работа с работником. Поэтому для чего еще наставник нужен? Что-то может делать, подкорректирует, где-то может дополнительно что-то сказать. Можно нанять кого-нибудь, не из моих работников, чтобы он проделал адаптацию. Ну, пожалуйста, вы можете нанять специалистов, которые вам разработают систему адаптации, включить с ними договор, консалтинговую компанию, или просто там какого-то, если вы знаете, менеджер по персоналу, или специалист по персоналу, по договору подряд он вам сделает все это дело. Точнее, обязательно, если у вас могут не быть специалисты таких, а вы хотите сделать, либо отправляете на обучение работник, но не получите этические навыки, в первую очередь, ну, что-то там чуть-чуть практические, потому что это опыт. Если вам нужно серьезно, например, вы найдете касанцевую компанию, или просто специалист, который это может вам сделать. Пожалуйста, это не проблема. Итак, наш с вами семинар закончился. Как я уже говорил, много информации вы можете получить на специалисте. Все эти вопросы рассматриваем более подробно на курсах менеджера по персоналу. Так что, если что, welcome, ждем.